Так, я тогда сейчас освобожусь от наушничков и побежим с вами врываться в интересный мир локализации. На самом деле, моя тема сегодня посвящена тому, как организовать хороший и надежный сам процесс локализации на проекте, но говоря не с точки зрения, какой какой инструмент выбрать, какие языки найти, а вот именно как укрепить его с помощью лингвистов. Именно вот тех винтиков, которые, собственно, у нас и делают большую часть работы. Причем, я скажу честно, что у нас сегодня уже в некоторых докладах эта тема затрагивалась, причем именно ребятами, которые делают локализацию, ну, условно скажем, ин-хаус, но с привлечением фрилансеров. И тем не менее, эти фрилансеры являются частью команды, которые помогают и делают их продукт лучше на других языках. Поэтому давайте с вами немножко уже воорвемся в эту тему. Обо мне, потому что Ирина меня, конечно, представила, но чуть тоже я про себя расскажу. Меня зовут Антон Гошенко, я основатель школы локализации, GameLocalization, в которой я рассказываю о том, что такое локализация, как ее правильно делать, и подсказываю ребятам, а что вообще нужно для реализации. Вот именно в сфере локализации. Потому что, увы, об этом в университетах не все рассказывают, информации в интернете, опять же, не так много, поэтому появилась идея сделать удобное пространство, где ребята и девчата смогут получать нужные знания и выходить уже в мир локализации подготовленными и, так сказать, нести светлые и добрые мысли. Также я работаю менеджером в студии локализации Игор Левша и раньше работал в компании ITI. В Левше я сейчас отошел немножко именно от менеджерских, занимаюсь сейчас больше развитием компаний и бизнеса, но, тем не менее, все равно занимаюсь проектами. И вот уже жду, когда в ближайшие пару месяцев выйдут несколько игр, где я тоже есть в титрах в качестве менеджера. И, конечно, я смогу об этих проектах рассказать. В индустрии я с 2017 года, и под моим началом было локализовано больше 60 проектов. Это, на самом деле, кажется, вроде не так много. А с другой стороны, камон, это, правда, был большой пласт работы. И я, честно, хочу сказать команде UTiCamp огромное спасибо. Ребят, мы с вами сделали просто большое дело. Собрали самых крутых и интересных спикеров. И самое важное, что к нам пришла аудитория, которая действительно интересна, потому что я сегодня слежу за всеми абсолютно лекциями, которые рассказывают. И скажу одно, что большое вам всем спасибо. Как выступающим, так и зрителям. Потому что, коллеги, мы с вами делаем вместе один и большой интересный поток локализации. Большое вам всем спасибо. Так вот, я управляю проектами больше четырех лет. Причем управлял как программным обеспечением, так и играми. И за все эти годы я видел, ну, скажем, некоторые хаотичные последствия, которые, к сожалению, получались из-за проблем с введением проекта. Я сам допускал ошибки, потому что, ну, мне вот чем нравятся наши доклады, ребята, честно говоря, что да, мы тоже допускаем ошибки. И я, как менеджер, тоже сейчас скажу, что, ребят, ни одна компания не идеальна. У всех могут быть ошибки, и ошибки допускают мы все. Это вполне нормально. И точно так же, как и я допускал ошибки, менеджеры в других компаниях также допускали ошибки. Например, на стороне заказчиков. Когда люди думают, что локализация – это такой простой проект, и можно там условно просто взять и перевести, на самом деле нет. Это прям большой комплексный механизм, о котором нам сегодня уже несколько раз с вами рассказывали. Поэтому я повторяться не буду, но все мы понимаем, что локализация – это условно не просто перевод, а нечто-нечто большее. Так вот, какой же хаос-то? На самом деле хаос – это состояние, когда на проекте что-то идет не так. Вот Нед Фландерс как бы говорит, что остановитесь, ребята, это типа нехорошо. И действительно, что же вообще за хаос? Как он выражается? Хаос может быть как внутри компании, которая что-то делает, например, предоставляют слуги по локализации, так и на стороне клиента. Я в своем, так сказать, заголовке лекции сказал, что у нас будет с помощью лингвистов, но я хотел бы раскрыть этот хаос, наверное, все-таки с двух сторон. И посмотреть на него, как он происходит и внутри компании, и на стороне клиента. Поэтому давайте же разберемся, что же за хаос у нас такой. Хаос на стороне клиента. На самом деле, работая с различными компаниями, я пришел к такой идее, что не все компании до конца понимают, как вообще правильно выстроить процесс. Увы, но у нас довольно часто бывали такие ситуации, когда ребята к нам приходят вообще без понимания того, как делать локализацию, что нужно делать. И залетают просто вопросы серии, ребят, а передите нам игру на такой-то язык, сколько она у вас будет стоить? Мы как бы, ребят, считаем дальше, дальше, а вопросов, например, нет от заказчика, как, например, вам лучше прислать файл или прочий референс вам нужен, есть ли там какие-нибудь у вас вопросы. То есть иногда заказчик просто об этом не знает. И у нас, как со стороны исполнителя, может складываться такая вот картина, что человек не понимает. И действительно, тексты, например, файлы могут быть вообще в беспорядочном состоянии. Я думаю, если вы когда-нибудь работали с японскими играми, представляете, как выглядят вот эти прекрасные xlsx-файлы, в котором спутаны строки на перевод, картиночки, где-то там еще комментарии, все склеено. И с таким файлом, конечно, работать очень тяжело, потому что когда у тебя все находится в одном файле, а ты его хочешь еще подгрузить в кат-инструмент, приходится делать очень много ручной работы. Но давайте скажем честно, хорошо, если этот референс вообще есть. Бывают ситуации, когда у нас вообще нет никакой дополнительной информации. Скажу по секрету, в 99% случаев мы даже не видим то, как игра выглядит, когда мы ее переводим. Потому что, как сегодня уже говорили предыдущие спикеры, обязательно делайте локализационное тестирование. Потому что, когда мы переводим игру, что-то с ней делаем, мы не видим, как там выглядит текст. Если заказчик, например, не понимает, что нужно тестирование, то, увы, может выйти немножко неприятная ситуация. Потому что у нас может не быть референсов. Что это за проект? Какая там, например, местность? Какие персонажи? Например, где этот текст будет показываться? То есть, понятное дело, что в большинстве случаев, конечно, прям таких аховых ситуаций нет. Но, тем не менее, когда все идет не так, как нам хотелось бы, то бывают такие вот не очень приятные ситуации, какая референсов просто нет. И вот, на самом деле, за это я очень люблю инди-разработчиков, потому что эти ребята меньше, и они прям готовы делиться с вами референсом. Дать дополнительную информацию про персонажей, про героев. Рассказать там про все материки, которые есть, какую-нибудь дополнительную историю дать. И фактически вот с этим переводить, конечно, и локализовать игру гораздо проще. Потому что мы понимаем, какие адаптации нужно сделать. Мы понимаем бэкграунд каждого персонажа. А в больших компаниях не всегда готовы давать такой референс, потому что может просто даже не быть временем на то, чтобы его составить. И вот эта вот фраза на то, чтобы его составить, отсылает нас к тому, что нет коммуникации. У меня была ситуация, когда мы переводили игру с английского на русский, но до этого она была переведена в другую компанию, с японского на английский. И английский был, ну, мягко говоря, не самым лучшим. Поэтому нам приходилось смотреть в японский подстрочник, и если что-то непонятно, задавать вопросы клиенту. И получилась такая ситуация, что игра у нас постепенно приходила, мы вопросы отсылали, но нам в течение полугода не отвечали вообще на никакие вопросы по самому контексту. То есть менеджер с их стороны говорил, да, 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 все окей, мы все сделаем, но по факту получалось так, что, ну, никто из них не смотрел. То есть сам менеджер с их стороны не был никак связан со своим производством, он был именно как в отделе локализации. То есть отправлял файл, возвращал файл, там они его внедряли, смотрели, и вот это вот все. И на самом деле это, мягко говоря, ну, вот не самая лучшая ситуация, когда клиент нас игнорит, молчит, в итоге может выйти прям очень и очень как бы плохо. Причем с учетом того, что японские игры – это такая очень интимная вещь в плане ограничений по символам переменных тегов и прочих, так сказать, волшебных вещей. Те, кто знают про локализацию, в принципе, понимают, о чем я говорю. То без коммуникации, конечно, плохо. Но наша вообще задача, вот даже если существуют все вот эти вот проблемы, мы должны стать клиенту другом и подсказать, помочь ему создать хороший процесс локализации. Потому что кто, как не мы, можем ему подсказать. Тем более, если клиент к нам пришел, значит, он нам, скорее всего, доверяет и готов к нам прислушиваться. Как вообще, вот идеальный вариант, как должен выглядеть хороший процесс. У нас есть две стороны. У нас есть заказчик и у нас есть исполнитель. Вот заказчик Катя, менеджер на стороне разработчика. Она вот хочет сделать локализацию проекта, обращается к Пете. Они договорились уже заранее там обо всех оплатах, подписали все документы, у них начинается процесс локализации. Катя задает вопрос, что подготовить, что поможет сделать процесс проще и лучше для подрядчика. Эти вопросы включают в себя, как минимум, такой вариант, как «Ребят, а вот подскажите, вам прислать там, например, геймдизайнерские документы, где описаны механики? У нас там вот какая-нибудь новая механика ловли рыбы, и там вот она очень необычная. Переводчики, наверное, могут с этим не справиться». Петя будет безумно рад, если Катя ему подскажет и поможет с таким материалом, потому что, ну, будем честны, знать дополнительно про игру, которую ты переводишь, и знать как можно больше о ней – это очень и очень полезно, потому что это как минимум будет проще для наших лингвистов, которые работают на проекте. Также Катя готова отвечать на вопросы. Если, например, лингвисту что-то непонятно, вот вспомним презентацию, которую нам сегодня рассказывали про локализацию на украинский язык, вот именно с той точки зрения, когда у нас много слова форм. У нас есть вариант «I came», а мы, например, не знаем, кто будет эту фразу говорить. Надо нам ее делать гендерно-нейтральной, или все-таки она будет нас принадлежать какому-то одному персонажу. И на самом деле Катя просто будет помочь разобраться в реалиях проекта, потому что, будем честны, лучше заказчика никто про проект нам ничего не расскажет, не скажет и не поможет нам в нем ориентироваться. С другой стороны у нас есть Петя, менеджер студии локализации. Он, например, пришел к Кате, они вместе делают проект, и он ей тоже старается максимально помогать. Но Петя является еще и связующим звеном, например, между лингвистами. Поэтому он, естественно, помогает Кате организовать процесс. Если у Кати есть какие-то вопросы по как-то инструментам, по памяти переводов, по глоссарию, как это все работает, как лучше отдавать файлы, то, естественно, Петя в первую очередь должен помочь и подсказать Кате, потому что мы все-таки делаем одно дело, и нужно как-то сделать хороший, интересный процесс с порядком. Также они, естественно, вместе решают все вопросы, которые возникают по локализации продукта. Если что-то непонятно, он тоже старается помочь, включиться и подсказать. Это прямо вот must-have вещи, которые очень важны. Для меня это, на самом деле, действительно хороший, идеальный процесс, в котором есть порядок. По этому делу, что не всегда он может соблюдаться, потому что чем больше компания, тем больше вероятности для хаоса там. Я думаю, это все прекрасно понимают, и, конечно, идеального порядка ни в одной большой компании быть не может. То, что везде будут какие-то сложности для организации, но наша задача стремиться к тому, чтобы сделать хорошо. Поэтому вот основная мысль про клиента, вот у меня, как у человека, который работает с точки зрения студии локализации, это помочь клиенту выстроить хороший, правильный процесс. Бывает так, что действительно у клиента вообще может не быть опыта, а у нас его, ну, как бы априори больше, потому что все-таки мы студия локализации, например, мы помогаем. Поэтому мы должны помочь человеку не наступать на грабли. Даже если человек тупит, ничего не понимает, то основная задача наша в том, чтобы взять его вот так вот за ручку и вместе с ним пойти и до конца пройти весь этот путь. Потому что, скажем честно, другой ситуации у нас нет. Мы вместе должны делать один продукт. И если вот мы с этим, так сказать, чувством теплоты и доброты будем подходить к нашему клиенту, то он тоже поймет, что, блин, все-таки эти ребята тоже делают со мной один продукт. Это, например, не просто там взять, перевести какой-то контент, а действительно мы делаем одно большое дело. И это прям очень и очень хороший вариант того, как может выглядеть наше сотрудничество. И, в принципе, логичный вопрос. Ты же про лингвистов на звании лекции говорил. Что ты нам тут про клиента рассказываешь? Как я и сказал заранее, хаос мы рассматривали в двух ипостасях. Ипостася со стороны у нас заказчика, то есть клиента, который не знает, например, как сделать процесс, и есть хаос со стороны студии локализации или компании, которые делают локализацию. Потому что, опять же, этот хаос может происходить и в инхаус-команде. То есть если на стороне клиента есть своя компания с менеджерами, у них там есть фрилансеры, и они вместе делают какое-то дело в плане локализации. Поэтому давайте перейдем уже к этому. На самом деле хаос внутри компании. Это, естественно, опять же, неконтролируемый процесс. У нас что у клиента, что внутри компании, будет использоваться один и то же слово «процесс». Потому что локализация – это не просто взял, отдал, забрал. Это бывает очень долгий процесс. Как мы все понимаем, на каких-нибудь приложениях, социальных играх процесс локализации идет постоянно. Пишутся тексты, отправляются, переводятся, локализуются, проверяются. И будет хорошо, если они проверяются тестировщиками. И этот процесс повторяется раз за разом. Но, как уже, например, говорили до меня, что вам мешает сделать хорошую локализацию? Например, горящие дедлайны. Это вот прям вообще must-have вещь. Как вы правильно сказали, переводы должны были быть готовы вчера. И, к сожалению, вот это не самая лучшая перспектива, которая до сих пор сохраняется, мне кажется, абсолютно во всех компаниях, во всех проектах, что могут сначала написать один текст, потом его резко изменить и отправить срочно, срочно переведите, пожалуйста, у нас завтра реликс. Это прям вообще не самый лучший вариант. Референс может быть распространен по разным письмам. То есть в одном у нас письме условное задание, во втором другой референс, в третьем – третий. И просто могут наши лингвисты или сама команда потеряться. Бывает ситуация, что просто лингвист пропал и не отвечает. Например, он взял в работу что-то, вот хоп, его и нет. И как быть? И непонятно. Также может быть ситуация, когда у нас есть токсичная атмосфера внутри команды. То есть кто-то кого-то недолюбливает, не хочет с кем-то там работать, ругается. Это вот прям вообще максимально нехорошая ситуация. И фактически, когда менеджер все это организует, у него получается немножко неконтролируемый процесс. И встречается, ну, хотя бы несколько из вот этих вот причин, которые вы сейчас видите на слайде. И на самом деле неконтролируемый процесс, как мы поняли, уже в большинстве случаев порожден проблемами с лингвистами. Потому что менеджер – это все-таки человек, который должен организовать процесс. А лингвисты – это те, кто должны выполнить этот процесс. То есть если мы представим какой-нибудь механизм, у нас возьмем большую шестеренку, это у нас будет менеджер, и остальные шесть маленьких – это, естественно, будут там переводчики, редакторы, которые будут также выполнять работу и которые должны тоже работать. Потому что, конечно, опять же, не все держится на менеджерах. И тут мы должны больше смотреть в сторону лингвистов. Я на самом деле прям очень, так сказать, болею за то, чтобы мы, как вообще люди, менеджеры, я думаю, что менеджеров нас смотрят много, как можно больше общались с нашими подрядчиками. Потому что общаться с лингвистами – это нормально и очень хорошо, потому что коммуникация – это, в принципе, ключ к тому, чтобы делать хороший процесс. Переводчики-редакторы – это действительно основная рабочая сила. Без них тексты не оживут на других языках, и они не будут, условно, даже продавать продукт. Потому что, скажем честно, локализация делается для того, чтобы получить можно больше, естественно, прибыли, продвинуть продукт и, естественно, принести пользу людям. А как все это делать, если наши лингвисты будут делать свое дело плохо? Естественно, продуктом будет пользоваться меньше, с ним не захотят работать, в нем не захотят отмечать, например, сколько ты там сегодня съел вкусняшек, или написать там какую-нибудь заметочку. Никто этого делать не будет, если людям будет неприятно работать в приложении. А частично, естественно, визуал, функциональность и текст, который тоже видят люди. И на самом деле просто вот этот простой ключ для того, чтобы настроить более плотный, тесный контакт со своими лингвистами, это просто не спросить у них, как дела и что происходит нового. Я на своих курсах ребятам всегда говорю, что, ребят, если у вас есть возможность общаться с своими заказчиками, настраивать с ними более доброжелательный процесс, это прям самый лучший вариант. Потому что дружеское отношение, оно ни в коем случае не делает никакой халатности, разнобойности, оно, наоборот, выстраивает более тесный воркфлоу на ваших проектах. Кейсы с левши. У нас просто бывают такие ситуации, когда много игр, я думаю, у всех, кто переводит игры, много игр с довольно большим объемом. Как бы, опять же, все прекрасные большие проекты, которые выдаются в течение всей недели. И у нас была такая ситуация, что пятница, 7 часов вечера, конец рабочего дня, впереди выходные, и вся неделя прошла с очередным матчем большой японской игры. Там миллион переменных, теги, ограничения по символам, ничего не понятно, надо как-то переводить все это, думать, общаться нужно с клиентом. Представьте, что люди над этим работают 5 дней в неделю. Сейчас пятница. Вот логичный вопрос, как бы, как бы вы поступили, если бы управляли проектом? Как бы просто написали лингвистом, типа, все, ребят, давайте всем пока, хорошего дня. Мне кажется, это был бы не самый хороший вариант. Если вообще им ничего не писать, а просто как бы выдал работу, а не работают, и не трогать их, я как бы вот стараюсь так, наверное, не делать. Я решил попробовать сделать одну такую небольшую штуку, просто для того, чтобы людей переключить. Мы взяли за привычку просто отправлять мемы, чтобы неформально завершить неделю. Потому что если человек будет на выходные уходить с мыслями о том, что, блин, там были переменные, опять эти ограничения по символам, опять непонятно, кто есть кто, и, короче, если человек просто будет загружен, то он не сможет, ну, как бы отключиться от этого. Я сам это понимаю, потому что, когда я только начинал работать в локализации, я старался брать как можно больше заданий, работать на выходных, и, естественно, как бы уставал, выгорал. И когда я, например, уходил там в пятницу с работы, включал компьютеры, и у меня были мысли о том, как делать условно какой-нибудь перевод в субботу или воскресенье, или как там в манагере дополнительно, то у меня прям, ну, было очень и очень тяжело. И, как бы, сопоставив вот этот вот свой опыт, я решил то, что я хочу с ребятами делать более неформальную обстановку и отправлять им мемчики. И это действительно помогло, потому что мы смеялись, мы прикалывались, и да, это было в пятницу, в семь часов вечера, впереди выходные, но люди уже просто переключились, потому что я попытался создать максимально дружескую атмосферу. То есть у меня и переводчики, и редакторы, они должны между собой, естественно, коммуницировать. Если им что-то непонятно, они должны помогать друг другу. А как помогать друг другу, если у вас будут напряженные, тяжелые отношения, которые будут завязаны сугубо на выдаче заданий и получении денег? В конце концов, если мы берем, опять же, сферу игр, ребят, ну, все-таки это индустрия развлечений. И быть прям серьезным, таких, ну, серьезных щах тут нельзя. То есть надо быть максимально добрыми. Мне кажется, с IT решениями то же самое, потому что, когда я только вступил в локализацию, в течение, там, полутора лет я занимался очень большим проектом, который был связан с фотографическим, там, по редактированию фотографий, и так далее. И я тоже старался максимально с лингвистами сделать приятную дружественную атмосферу. А внизу у меня как раз прощальное письмо от одного из моих переводчиков, в котором мы работали, и он как бы просто честно сказал, типа, блин, ну, с тобой так было круто делать, вот этот вот workflow, так было все здорово. И мне кажется, что это просто еще одно подтверждение тому, что, ребят, общаться нужно, важно и круто. Да, это может занять вас некоторое время, возможно, вы не хотите ни с кем общаться, но это сможет дать буст вашей компании в плане развития и качества, которое будет получено, и которое вы будете делать вместе. В конце концов, все-таки задача – это радовать пользователей, и, естественно, как бы получать прибыль с того, что мы их радуем. Второй момент – нужно быть гуманнее. Я вообще хочу сказать, что слово «гуманность» у нас подходит, абсолютно, наверное, сегодня под все доклады, в которых мы говорим, про людей, потому что, ну, будем честны, что, как бы, Паша, Саша и Симпла, что коллеги на предыдущем докладе говорили честно, что нужно быть гуманнее со своими лингвистами. Лингвист заболел – узнаете, что случилось. В команде «Тяжелая неделя» обсудите все, что угодно. Чувствуете, что переводчик близок к выгоранию, спросите, как вы могли бы помочь. Потому что если вы чувствуете, что он устал, не отвечает, то нужно просто как-то подойти не только про работу. Просто нужно быть чуть-чуть гуманнее. Естественно, нужно сформировать удобный рабочий пространство, потому что отправлять референс лингвисту по почте отдельно от заданий – это плохо. Потому что будет здорово, если вы будете организовать одно единое пространство, в котором можно было бы выкладывать и хранить абсолютно все материалы. Представьте просто ситуацию, когда у вас переводчик лезет в одно письмо, забирает файл, в другом него там информация, только использовать кавычки, в третьих там какие-нибудь файлы с картиночками – это все будет максимально неудобно. Как вариант, попробуйте организовать какую-нибудь доску в Trail of Notion, куда вы сможете складывать всю информацию. Например, я вот сделал шуточную доску по Half-Life 3. Вот Гейб на нас, скорее всего, смотрит сейчас из-за угла, где я просто собрал абсолютно всю нужную, условно, какую-нибудь референс по проекту. Техническая информация по кавычкам, по тире, по запятым. Файл с вопросами, ответами, там, памяти, переводов. В общем, все, что нужно, можно хранить здесь. К тому же здесь можно делать дополнительные обсуждения, а также себе пометочки о том, что вообще оставлять в тексте, что не оставлять, а что, например, нужно заменить и исправить в тексте. Естественно, файл с вопросами и ответами – это самая нужная вещь, без которой жить нельзя. У лингвистов, естественно, возникают вопросы по файлу в работе. Если они будут просто отсылаться в чатик, либо отправляться по почте, все это может потеряться. Делайте всегда файл с вопросами и ответами. Для этого прекрасная есть тема, как Google таблички. Сделайте доступ по email-адресам, и у вас ваши коллеги смогут заходить и задавать вопросы. Также выдайте доступ заказчику, или если вы заказчик, то просто просматривайте, что там люди пишут, и отвечайте на вопросы. Это будет самый правильный вариант, потому что не все делают файл с вопросами и ответами. Увы, это прямо must-have вещь, которую стоит сделать на проекте, если у вас ее еще нет. Но если, естественно, заказчик забывает отвечать, как у меня было на японском проекте, то просто напоминайте ему. И надеюсь, у вас не будет ситуации, когда он будет по полгода молчать, потому что это было хардкорно, но мы в итоге справились. И, естественно, четвертый момент – это ставить реальные сроки на задачи. То есть у меня была ситуация, когда я работал с индийскими коллегами, они говорят, ребята, вот нам там надо срочно 16 тысяч слов до завтра, это игра. Вы такие, типа, ребята, 16 тысяч слов до завтра, это много людей. Но это можно сделать, но вопрос качества, он как бы прям висит в воздухе. Поэтому всегда думайте про сроки и про то, сколько смогут взять ваши нервисты в работу. У всех есть лимит сил, и не надо заставлять людей сидеть больше, чем они условно могут. Если вы понимаете, что у них предел там 3 тысячи слов, не надо им давать 4 тысячи слов в день. Потому что вот этот достаток в тысячи слов, он может пойти еще труднее, хуже, и будет там много косяков и ошибок. Поэтому давайте мы не будем превращать команду в лингвистов Шрюдингера и как бы трезво оценивать объемы и сроки. Потому что клиент может нам тоже сказать, ой, нам нужно срочно, 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 а давайте ему скажем честно, что, ребята, сделаем, можем сделать срочно, но по качеству может быть не так круто. Давайте как-то попробуем по-другому. То, что обсудить, заранее предупредить о рисках, это гораздо проще, чем потом получать на пятой точке за то, что накосячили. Это правда. Вот. И на самом деле мне уже пишут, что пора заканчивать, потому что давайте подведем с вами итоги. Хаос – это состояние, когда на проекте идет что-то не так. У клиента может быть свой хаос с процессами, а в компании, которая оказывает клиенту услуги по локализации или наоборот у клиента есть свой отдел по локализации, может быть абсолютно другой хаос. Прямо состояние идеального дзена, конечно, никогда ни у кого не будет, все равно будут какие-то костыли, но мы должны стремиться к тому, чтобы достигнуть именно вот эту вот френдли атмосферу, как правильно бы сказали, healthy workflow. Оба варианта хаоса можно постараться вылечить. Клиента мы всегда поддерживаем и помогаем ему в трудных ситуациях. Если он пришел к нам, значит, мы ему нужны. Мы должны его поддерживать, мы должны о нем заботиться и помогать. Мы всегда с ним дружим, настраиваем по-настоящему теплые и партнерские отношения. И такой клиент всегда будет с вами. Он будет с вами готов идти до конца, и вы должны помнить об этом и донести ему эту же идею, что мы с вами делаем одно общее дело. Второй вариант – это лингвистов внутри нашей команды мы никогда не обижаем. Стараемся общаться и поддерживать коммуникацию даже вне работы. Разрежайте обстановочку, кидайте мемы, просто шутите. Если вы хотите, там, живете с ними в одном городе, просто встретитесь, сходите в бар, в парк, в какое-нибудь мероприятие, просто отдохните, и лингвисты будут просто еще лучше с вами. Он внезапно не пропадет, у него не будет желания отсутствовать, взять задание. Он всегда будет с вами. И это вот самый, что ни на есть, healthy workflow. Что дальше? Так сказать, небольшая реклама. Если вам требуется локализация игры, то вы можете, так сказать, прийти в мою компанию локализации Левша. Вот первый QR-код вы можете ввести на субкамеру своего телефона. Мы поможем сделать вам локализацию вашей игры и сделаем ее хорошо. Делаем мы все дело на различные языки, не только на русский, не только на английский. Поэтому если вам нужно локализовать игру, приходите, мы поможем. Если вы хотите побольше узнать про локализацию, то обязательно подписывайтесь на мой блог и приходите на обучение в школу Game Localization. Я веду блог уже, господи, с 2018 года, и с каждым годом мне нравится все это делать больше и больше. Тем более я открыл курсы по основам игровой локализации, где я рассказываю, в принципе, про локализацию, работами с тегами, переменными и различными другими моментами, которые в локализации важны, о которых сегодня говорили наши коллеги. Вот, как-то так. А теперь давайте с вами перейдем к сессии вопросов и ответов. Я думаю, у нас еще есть некоторое время. Если вы хотите со мной что-то обсудить, вы можете написать мне в Инстаграм, в Телеграм или на почту. Фух, ну я вроде уложился. Надеваю наушнички и готовлю ваши вопросики, если они есть. Да-да. Слышно? Да-да-да. Да, отлично. Все вообще прекрасно, супер, интересно, очень интересно. Сегодня столько кейсов, прям слушать, не переслушать, как каждая из компаний организует свои рабочие процессы. Прям много что можно перенять. И у меня такой вопрос по коммуникации. Тоже мы неоднократно, каждый со своей стороны рассказывал о важности, о нужности. И мне интересно, у вас есть команда переводчиков, команда редакторов, команда менеджеров. Как организована коммуникация? Напрямую между переводчиками и редакторами или опосредованно через менеджера? Спасибо. У нас есть общее пространство в виде славака, и мы стараемся, потому что задача, например, создавать отдельный чатик с нашими лингвистами, где они могут общаться. Поэтому в рамках проекта они друг с другом всегда могут написать что-то в чатик, задать вопрос, скинуть какую-нибудь шуточку, и в принципе так мы и работаем. Ну то есть у переводчика есть доступ к редактору и наоборот? Конечно, конечно, иначе быть не должно быть, потому что если что-то непонятно, то они должны это обсудить, потому что все-таки у нас на проектах, на каждом, я думаю, как у всех работают профессионалы, которые так или иначе понимают, что они делают, и они должны друг другу помогать, коммуницировать и общаться. Менеджер там тоже должен присутствовать, чтобы, если что, помочь. Да, отлично, спасибо. Есть у кого-то вопросы к Антону? Если вопросы появятся позже, всегда можно Антону написать, спросить, я думаю, что он с удовольствием ответит. Да, спасибо большое. Ребята, я еще напоминаю, что у нас сегодня конкурс проходит в инстаграме UT Camp, поэтому заходите, участвуйте, победитель получит место на курсе основы игровой локализации. Буду рад видеть того счастливчика или счастливицу, которая выиграет курс. Еще раз большое спасибо. Тогда мы закругляемся. Спасибо. 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 Спасибо.